Руки мелко трясутся от холода и страха. Спецназ вооруженных сил Украины, отдельный 8-й полк. Для этих бойцов элитного подразделения война закончилась. Сегодня их взяли в плен ополченцы. Ума, палата. Никто не спрашивал. И когда мы предприятие бомбили, людей из шахты не вывезли. Эти претензии даже не им лично, просто наболело. Пленных не бьют, среди них было двое раненых, перевязали и отправили в больницу. Всего к ополченцам попали 9 украинских военнослужащих на границе между Луганской и Донецкой республиками. Тот самый дебальцевский котел. Я тебе скажу одну правду. В Минске, когда я сказал, что ребята, у вас есть котел дебальцевский, мне устами одного из посланников Петра Порошенко сказали, что у нас котла нет дебальцев. И все кто там сидит, находится, они нормально воюют, они нормально защищаются. Я говорю, если вы сдадитесь, вы не будете жить. Ваш президент вас предал. Вы для него никто. Хоть в основном 5 тысяч, хоть 50. Выдохнут Порошенко и кусок мяса. Эти солдаты сдались в плен сами. 101-я бригада, охрана украинского генштаба. Даже их Киев бросил в мясорубку дебальцевского котла. Решение выйти с поднятыми руками принял вот этот лейтенант. Ему чуть больше 20. Боеприпасов нет, провизия тоже закончилась. В котле вы, не в котле, что говорил командир? Он наказал ничего, он думал. Что будете делать? Куда вы поедете? Где вы будете жить? Я же говорю, в ваши котлы. До дома пьешь. Одень шапку. Так осмыслился, подумай. Местные жители стоят поодаль. К пленным не подходят. Ты будешь жить, накормить, напоить, нормально уложить спать. Пускай они помолятся. И дать им теплую одежду. В самом Луганске после перемирия тихо и спокойно. В соседних городах слышна канонада. Есть жертвы среди мирного населения. В поселке Зоринск во время обстрела украинскими войсками погиб мужчина. Это уже было после того, как перемирие было объявлено? Да, это было сегодня у нас какое число? 16-е. 16-е время. 16 февраля в 10 часов. 9 утра. Как-то не могла бы даже поверить. А потом же мы с ней прибежали сюда. Да, Саша лежал вот здесь. Даже до сих пор не могу как-то свыкнуться с такой мыслью, что его уже нет. По словам коменданта Зоринска, сегодня в поселке задержали корректировщика огня. Его доставили в военную прокуратуру ЛНР. В течение сегодняшнего дня по Зоринску было нанесено несколько ударов. Как минимум один человек погиб, один ранен. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Сейчас улицы этого поселка городского типа пусты. Люди боятся покидать свои дома. Александр Евстигнеев, Владимир Гриневич, Вячеслав Манихин. Первый канал. Луганск.